Уважаемые участники мастерской интеллектуала УДУ, сегодня 18 марта мы начинаем очередную сессию мастер-классов. Сегодняшний мастер Андрей Юрьевич Маскевич, кандидат в социологических наук. Я бы назвала Андрея Юрьевича не просто социологом, а исследователем гуманитарного профиля. Я недавно узнала, что те люди, которые вспахивают такое поле не однопрофильное, не однообластное, не монообластное, то есть не монопредметное, принято уже называть исследователем или экспертом гуманитарного профиля. А это как раз есть результат того, что сегодня образование и наука, сплетенные воедино, начинает носить очень мути-дисциплинарный и мути-дисциплинарный характер. Итак, вам слово, Андрей Юрьевич, язык современных социологических наук. Спасибо, Полина Пурговина. На самом деле, в качестве такого принеслоза, я по роду своих научных интересов занимаюсь в основном социологической теорией. И поэтому, собственно, и тема так обозначена. Несколько предварительных слов, в чем я вижу цель сегодняшнего своего выступления. Ну, во-первых, да, начну с того, о чем мы с нашими коллегами-социологами неоднократно говорили на занятиях. Есть такая любимая фраза, фраза, которую произнес в свое время, точнее написал в свое время замечательный философ Людмик Витгенштейн, один из создателей так называемой языковой философии. Право звучит следующим образом. Границы нашего мира – это границы нашего языка. Я с этим полностью согласен. И, собственно говоря, эта фраза, с моей точки зрения, может послужить таким своеобразным эпиграфом к сегодняшнему обсуждению. Собственно говоря, для меня, как для социолога, очевидно, что, собственно, язык как таковой, живой язык и языки, так сказать, которые создаются и искусственным образом, и различные другие способы языкового описания, да, они представляют собой как раз, ну, сердцевину общества. Собственно, общество без языка невозможно как таковое. Ну, по сути, даже в русском языке сохранилась эта такая вот семантическая связь между понятием общества и понятием общения. Общество – это и есть, собственно, общение. На самом деле, это придумывали очень давно, придумывали это древние греки. Еще Аристотель, собственно, утверждал, что общество и есть определенным образом организованное общение. И без этого общения невозможен человек. Ну, есть такая знаменитая фраза, я обычно в гуманитарных курсах часто очень употребляю, по поводу определения аристотелевского человека, да, в классификации. Аристотель утверждал, что человек – существо, а вот дальше в переводы расходится. Социологи обычно переводят общественное, политологи обычно переводят политическое, ну, а дальше по вкусу, да. На самом деле, в греческом, я сейчас, конечно, за произношение отвечаю, там оно звучало как зоон-политиком. То есть, буквально, существо, животное, живущее в полисе. То есть, как раз в этом самом организованном греческом обществе, да. На самом деле, эту фразу обычно обрывают, а у Аристотеля она имеет продолжение. Он-то пишет о том, что человек – существо, живущее в полисе, точнее, даже животное, живущее в полисе. А тот, кто не живет в полисе, ну, я сейчас недословно, да, тот либо животное, либо сверхчеловек, ну, то есть, Бог. Мне кажется, что это наблюдение, которое было сделано еще, там, две с половиной тысячи лет назад, оно совершенно верно, да. Ну, и, естественно, что для социологии, для социологических теорий, естественно, тема языка, она является, ну, если не всегда центральной, то, во всяком случае, ну, большинство социологов, на самом деле, вот в реальной такой эмпирической деятельности, она, как бы, тему языка пробегает в том смысле, что она важна для построения инструментов изучения общества, да. А вот с точки зрения социологической теории, конечно, тема языка, она является такой достаточно ключевой. И многие социологические теории, на самом деле, пытаются, как раз, так или иначе, выделить и функции языка с точки зрения общества, да, и, так сказать, определить многие моменты развития общества через развитие языка, да, вот. И, собственно говоря, многие моменты повседневной жизни пытаются определить через язык, через, опять же, так сказать, отнесение к языку, да. Значит, ну, начнем, как всегда, для социологов, наверное, это, так сказать, достаточно очевидно. Андрей Юрьевич, пока мы не приступили к определенной личности, да, лектору, то есть автору теории, я хочу внести ясность в ту идею, которую вы сегодня обозначили. То есть общество становится обществом благодаря языку, который исклеивает, скажем, общность людей, да. Я правильно понимаю? Скажем так, общество возможно только благодаря наличию языка. Общество существует, поскольку существует вот языковая коммуникация, да, общение. И, более того, тут еще другой момент, который, может быть, не столь очевиден, но он столь однозначен. Собственно, сами люди не существуют без языка. Человек становится человеком только через язык, да. То есть такая здесь диалектическая взаимосвязь. Язык одновременно создает и общество, и человека, живущего в нем, да. То есть здесь, как бы, такая вот связь, она двойственного характера. И еще одно уточнение. Подразумеваете ли вы под языком словарный язык? В традиционном смысле слова. То есть мы сейчас говорим, мы используем язык в традиционном понимании. Или вы понимаете язык шире. Если вы понимаете вот в первом ракурсе, да, тогда что нам делать? Выбросить из общества, общество глухоневых. Те, которые не владеют традиционным смысле языков. А, ну я понял, да, вопрос. На самом деле, когда я говорю язык, я сейчас не строго так употреблял, да. Вообще в социологии, в социологических теориях речь идет о символической коммуникации, да. То есть определенном взаимодействии, в котором участвуют системы символов, символические системы, да. В этом смысле, конечно, более широкое понятие, на мой взгляд, символические системы, да, система символов вообще. Они могут быть разные, да, совершенно правильно. Они могут быть речевыми, то есть голосовыми, да. Они могут быть письменными, они могут быть жестовыми, они могут быть еще какими-то, да. То есть все это символические системы. Язык в этом смысле, когда я говорю о языке, я имею в виду все-таки язык речевой, который мы используем в повседневной жизни. То есть тот словесный язык, который звучит, которым мы общаемся. Нисколько не хочу умолить там другие способы, другие виды символических систем, но именно вот этот язык исторически и генетически составляет основу общества. И без него как раз общество невозможно. Дело в том, что вот язык глухонемых, да, опять же, красивый пример. На самом деле он, конечно, специфическая символическая система, но он основан, да, опять же, на, так сказать, вот существующих, разговариваемых, проговариваемых языках, да. То есть он, собственно говоря, разработан на основе каких-то языков, которые реально существуют, да. Вот. В этом смысле любые другие символические, тут видите, в социологии есть такая тоже вещь, как бы, реальность по преимуществу, это повседневная жизнь, да. А, значит, все остальные виды действительности, реальности, да, социальной, или, как бы, конечной области значения, они организуются на базе вот этой базовой, как бы, повседневной реальности. Точно такое же отношение можно обозначить в отношении символических систем и языка, на мой взгляд. Язык, которым мы пользуемся в повседневной жизни, наш обычный, так сказать, язык, которым мы с детства овладеваем, он составляет потом основу построения и развития других символических систем. Допустим, того же математического языка, каких-то там эпидемиологических описаний, ну и так далее, и так далее. То есть там, по примеру, символических систем может быть много, но они все базируются все-таки на вот том повседневном языке, который мы с вами приобретаем в детстве, с которым мы с детства знакомимся. Тогда, слушатели, вы согласны с идеей, что язык все-таки мы оставляем на пьедестале, да? То есть это символическая система, главенствующая, та система, которая порождает менее, скажем, базовые кодовые системы. Я бы сказал, менее распространенные символические системы, да? Так, есть у кого-то пример, когда вы можете все-таки Андрею Юрьевичу сказать, а вот это? Да, подумаем. Кроме, скажем, кода глухонемых, мы можем привести некий другой символический код, который может тоже потеснить наше величество язык в традиционном понимании, и все-таки заставить нас оглянуться к нашей такой уверенно звучащей основной теме. Ну, вы видите как, я могу просто простой пример привести, да, очень большие проблемы у фантастов всегда в этом смысле. Писатели, которые пытаются придумать какие-то миры, которые как бы не существуют. Проблема возникает какого рода? То есть каким образом с помощью нашего языка описать мир, который как бы является нам совершенно чуждым, да? Разные придумывают способы. Можно начать придумывать термины особые, да, для описания. Это, естественно, придает определенный колорит, ну, некоему миру, да? Но как бы до конца проблему не решает. Многие фантасты идут более простым путем, на самом деле. Ну, я думаю, что все здесь присутствующие смотрели, знаю, я надеюсь, ребят, смотрели фильм «Звездные войны». Первую и третью часть. Там есть такой персонаж замечательный, один из главных персонажей, его зовут, ее точнее, зовут Падме Амидала, да? Помните. Вот. Вы же понимаете, откуда взято имя Падме? Ну, мы-то с вами должны это хорошо знать. Это «Лотос» в переводе с тибетского, да? Вот. Ну, просто Джордж Лукас, чтобы придумать такой экзотичный персонаж для американца, да? Вот он взял слово, которое для тибетца не экзотичное. Есть другой пример. Думаю, ну, это вряд ли может кто-то читал, опять же. Есть такая серия романов американского писателя Фрэнка Герберта. Она называется «Дюна». Вот там для создания колорита этой планеты Дюна и описания общества этих кочевников, которые там живут, использован йеменский диалект арабского. Он экзотично звучит, да? То есть экзотично звучит, опять же, для европейского читателя, для англоговорящего читателя, поскольку Фрэнк Герберта писал на английском языке, поэтому там имена, термины, опять же, название каких-то предметов, обихода и так далее. Все это придает колорит, да? В российской фантастики тоже, помню, опять же, к нам напрямую относится, есть такой писатель Святослав Логин. Тоже фантаст. У него есть такое произведение, называется «Многорукий бог Далай». Он, не скрывая, сказал, что писал эту книжку, взяв в руки монгольско-русские слова. Для того, чтобы, опять же, создать этот колорит некоего условного фантастического мира, он использовал экзотический для русскоговорящего человека звучащий монгольский язык. Все эти термины типа «Далайн», «Илбэч» и так далее, и так далее. Вот они, как бы, там «Шаоран» и так далее, и так далее, они все звучат очень экзотично. Ну, не для нас с вами, да, тех, кто живет в Бурятии, но для остальных живущих в России ему показалось экзотично. Он сказал, что там было много буквы «Ы», много буквы «Э» и много буквы «Ё», что ему очень понравилось в монгольских словах, ну, в смысле, в транслитерации, да, в трансклиции. Вот поэтому он, так сказать, этот язык использовал для... Я-то о чем, опять же, говорю, да? О том, о чем мы, собственно, начинали говорить. Без основы вот этой естественного языка никакое дальнейшее построение других символических систем невозможно. Даже, казалось бы, такой бы, там, пыталась Полин Пурбову вас выдернуть, казалось бы, такой простой пример – язык математики, да, как бы далеко ушедший в своем абстрагировании от вседневного реального языка. Но даже и здесь функции-то символов остаются такими же. И они, опять же, основаны на моделях конструкции грамматики, я бы сказал, да, самого языка. Не зря, кстати, одна из первых гуманитарных наук, точнее, наверное, даже первая гуманитарная наука, я бы даже сказал, социальная, наверное, наука, которая появилась в новое время. Ну, вы помните, да, собственно говоря, новое время началось с того, что из философии начали постепенно, скажем так, дифференцироваться, выделяться отдельные специализированные области научного знания. Вот, а как раз, на мой взгляд, первая как раз область, которая дифференцировалась, и это означает ее важность и необходимость, была как раз филология. То есть мы помним, 16 век, это попытки построения универсальных грамматик, универсальных словарей и так далее, и так далее. Это попытка как раз понять язык, как такую вот, ну, скажем, организованную, порядочную систему, вместо хаоса придать ей вот такую-то организацию, порядок, и тем самым отразить порядок мира. То есть идея-то была замысла вообще была, так сказать, ну, такой фантастичной для нас. Через понимание организации языка, живого языка, понять как бы вообще вот, ну, скажем так, организацию мира всего, мироздания как такового. Поэтому, мне кажется, в этом смысле филология, конечно, из наших, но я опять же отношу филологию к социальным дисциплинам, но тут опять же в разных странах терминологические различия, там гуманитарная, социальная. Мне кажется, что она все-таки социальная дисциплина, в этом смысле она как бы такая первая среди равных, опять же в силу ее важности, в силу ее необходимости для всех нас остальных, которые имеют дело, опять же, с уже приложением, скажем, языка к каким-то другим, так сказать, вещам. Хотя мы, естественно, претендуем на то, что мы тоже не хуже, чем филологи. Машу прощение, я вынужден вас прояваться. Таким образом, возвращаясь назад, мы постулируем идею, что общество, тогда и общество, если есть, скажем, средства коммуникации, выстраивания взаимоотношений. Вот пример. Нет, я бы не так сказал. Дело в том, что здесь требуется, опять же, для того, чтобы возникло общество, требуется развитие коммуникации определенного уровня, и определенного качества. Дело-то все в чем? Дело в том, что коммуникация существует ведь у животных, это понятно, да, то есть в широком смысле слова «в». Наша с вами коммуникация отличается как раз наличием особого способа общения. Правил игры еще. Ну, правила игры, они, естественно, возникают. Тут другое. Социологи как раз подчеркивают, что это особый тип знаков. То есть вот сами по себе языковые символы, даже мы сейчас говорим, опять же, о языке вот в таком простом выражении, да, то есть тот, на котором мы говорим, да. Сам по себе языковой символ – это ведь сложная конструкция, да, как таковая. И именно специфика общества состоит в том, что мы используем эту сложную символическую систему, которая имеет звуковое выражение, да, фонетику, скажем так. Ну, на письме мы это называем, там, не знаю, прописанием, грамматикой, да, ну, или синтаксисом определенным, да, которая имеет, опять же, определенную семантику, то есть определенное значение всегда, да, и которая имеет определенную прагматику, то есть то, как мы его применяем, соотношение этого означающего и этого означающего. Так, о какой области знания речь идет? Синтактика, семантика, прагматика. Как называется это область знания? Семиотика, конечно. То есть семиотика это нечто, область такая, промежуточная область знания, которая как раз с одной стороны упирается о социологию, и с другой стороны упирается о лингвистику. То есть это, если хотите, наше общее крестное мнение. Я бы хотел, опять же, подчеркнуть еще одну вещь. Да, семиотика занимается изучением знаков, все это совершенно справедливо. Я хотел подчеркнуть другой аспект этого вопроса. Это возникновение такой сложной символической системы, очень сложной. Мы пока проговорили про один знак, а когда они взаимосвязаны друг с другом, это такая очень сложная сеть, которая создается с правилами соотношения знаков, коннотации между ними и так далее. Важно-то другое для меня, как для социолога. Сам по себе знак вот такого рода может возникнуть только как результат взаимодействия между людьми. Это всегда результат, опять же, социального взаимодействия. И значение, опять же, символа, оно всегда заключено не в самом символе, а в тех взаимодействиях, в ходе которых он используется. То есть это принципиально важное для меня, как для социолога, принципиально важное. Давайте все-таки подытожим. Я хочу, чтобы канва у нас все-таки отслеживалась. Канва у нас какая? Язык – это все-таки фактор и условие наличия общества. И вот примеры те, которые мы здесь озвучивали, искусственные попытки создать искусственный язык. Они в любом случае льют воду на мельницу туже. То есть любой искусственный язык – это есть, скажем, копия, либо симулякор, скажем, естественного языка. То есть, получается, мы так и не, скажем, опровергли основную идею Андрея Юрьевича. Теперь переходим к личностям. Ну давайте, просто видите, как я так сказать, когда готовился, я подготовил. Социально-социологические теории их много, да? Я выбрал, выбирал, на самом деле, те, которые важны, с моей точки зрения, для понимания. Точнее, в свое время они сделали много для развития той темы, о которой мы сегодня говорим. Ну, для социологов, я думаю, известный лицо, может быть, не все его помнят по фотографии, это Макс Вебер. Значит, здесь я не буду долго, так сказать, объяснять. Здесь просто отражена вот в этих понятиях некая логика, да, по которой Вебер пришел к понятию идеального типа. Это важная вещь. На самом деле проблема состояла в том, что Вебер одним из первых социологов, точнее, вообще первым, наверное, попытался продемонстрировать, что общество всегда основано на определенном уровне понимания. Ну, иначе говоря, взаимодействие социальное невозможно, если мы друг друга не понимаем. Собственно говоря, что означает с точки зрения выбора социального взаимодействия? Это означает, что я ориентирую свое поведение по отношению к поведению другого человека. То есть я вкладываю в свои действия, в свои поступки некоторый смысл, который предполагается будет понятен другому, да? И только тогда взаимодействие социальное невозможно, да? Если я не вкладываю смысл, который другой должен понять, то никакое социальное действие в нём не предполагается. Да, я не взаимодействую с другими. Отсюда возникла проблема. А каким же образом, так сказать, во взаимодействии возникает это понимание, да? Каким образом тот смысл, который я вкладываю в свои действия, воспринимается другим, как смысл, который я действительно вкладываю в действие. То есть проблема возникает объективации субъективного смысла, да? Вебер предположил, на самом деле предложил, да, что такая процедура объективации этого смысла субъективного, она осуществляется посредством идеальной типизации. Грубо говоря, у нас есть идеально типические конструкты, то есть некое, скажем так, понятие или система понятий, с помощью которых мы обеспечиваем понимание друг друга. Грубо говоря, опять же, с этой точки зрения можно слова реального языка рассматривать как идеально типическую конструкцию, да? Ну, то есть я говорю ключ, да? Казалось бы, да, значит, я обозначаю реальный существующий предмет у меня в руках, да? Но при этом у каждого из вас возникает свой собственный образ ключа. То есть ключ это такой идеальный тип, да? Это такой идеальный конструкт, который вот у каждого может представить его по-своему на самом деле. У кого-то это будет вот такой плоский ключ, у кого-то круглый, у кого-то он большой и так далее, и так далее. Кто-то может даже представить по ошибке скрипичный ключ. Но это вот такой идеальный тип. То, что у нас происходит сейчас, это тоже некая идеально типическая ситуация, да? Она называется там, ну, это красиво, как Полина Кругловна сказала, мастер-класс, да? Ну, вот, уже загадочно, уже непонятно, да? Ну, или просто лекция, да? Более понятная. То есть опять же некая такая типическая ситуация, в которой мы все с вами находимся. Лекция предполагает, что здесь говорящая голова, которая будет там что-то вещать, да? Что вот сидят такие, как там сказали, с интеллигентными лицами люди, которые что-то записывают. Наши подмастерии. Собственно говоря, понятие идеальный тип, которое было предложено выбором, оно было предложено на самом деле для осуществления исследовательской процедуры, но оно оказалось шире, чем просто инструментальное применение, да? Оно позволило рассматривать процедуры понимания и процедуры осуществления взаимодействия социального, как основанные на вот этих идеально-типических конструкциях, да? Причем, атипизация происходит постоянно, причем мы осуществляем ее в повседневной жизни, да? Каждый раз. То есть, мы же можем разговаривать друг с другом не только на общем языке, который принят всеми, да? Мы же с вами знаем, да? Ну, классический пример, там, разговор двух влюбленных. Котик, рыбка, мышка и все остальное, да? Которые понятны только им двоим. Они типизированы только в их контексте, да? Ну, то есть, представьте, я сейчас по ней пороговню так обращусь, да? Ну, как-то, ну, будет совершенно какой-то такой разрыв коммуникации, да? А надо будет в недоумении, что я хотел сказать. Я буду в недоумении тоже, чего я, собственно, хотел выразить. Но когда это делают, скажем, два человека, которые типизировали эти ожидания вот таким образом, да? Это нормально. И на самом деле мы знаем с вами, что, ну, особенно на примере классический, даже не влюбленных, да? Мы с вами знаем маленьких детей все, да? Вот ребенок, когда он начинает говорить, он постепенно же овладевает языком. Это очень сложная процедура, очень долгая процедура. Она может быть не столь долгая по времени, сколько долгая и трудная по той работе, которая проходит в его мозгу, да? Ему очень сложно научиться проговаривать, да, вот, звуки правильно, опять же, правильно проговаривать слова, которые для него трудные. Он начинает с родителями говорить на особом языке, в котором, да, вот, будут те слова, которые он и родители понимают, но все остальные окружающие просто пугаются. Там, вместо сахара, там, саси и так далее, ну, понимаете, да, то есть, о чем я говорю. И это происходит в любой, в каждой семье. Маленький любой ребенок в любой семье разговаривает, скажем, на языке, который понятен ему и его близкому окружению. Ну, родителям, близким, родственникам, которые с ним часто контактируют. И может быть совершенно непонятен никому дальше из окружающих, да, то есть, если... Вот, не, естественно, постепенно он научится говорить, мы его заставим, точнее, научиться говорить правильно. Собственно, зачем потом мы проходим там язык в школе, да, чтобы заставить всех нас говорить правильно и понятно друг другу. Вот, ну, в основе-то такие варианты возможны, да. Поэтому, вот, типизация, она может быть и кратковременной, она может быть не всеобщей, но она всегда предполагает вот такую взаимную типизацию, да. И в этом, собственно, вот заслуга уважаемого Максимилиана Вебера, да. Можно все-таки, давайте поищем, как говорят, иголку в столбе сена, то есть, попробуем покритиковать. Тем более, Максимилиан Вебер давно жил. Да, он давно жил. Да, давно жил, и любая теория, она очень хороша, бывает. Часно, не всегда. Именно в свою эпоху, да. Вот основные слова, какие, вернемся к файлу. То есть, я выхватил основные категориальные, скажем, слова, рациональность, рационализация, идеализация, да, типизация. То есть, это, другими словами, если так утрированно объяснить, слишком много существует векторов, конфигураций, ничего в поведении, да. Один использовать хочет это слово в своем смысле, другой хочет, скажем, присудить дополнительные значения. И Макс Вебер, видимо, хочет сказать, давайте все-таки жить дружно, упорядочим, рационализируем. И все эти, скажем, периферийные присваивания других значений, коннотации, там, индивидуальных значений, ну, засоряет, мешает и так далее. Вот мне лично не нравится такая идея. Мне хочется, чтобы язык все время, как цветок весной, расцветает, чтобы листочки появлялись, чтобы коннотации добавлялись, углублялись. Тем более, мы понимаем, что в каждом обществе есть свои, скажем, приоритеты и так далее. Вот давайте, скажем, Макс Вебер и я. Вот попробуйте порассуждать, дорогие подмоскили. Так, пожалуйста, кто-то хочет начать? С одной стороны, это удобно, когда язык всем понятен, универсален, есть умеренность, рациональность и доступность. С другой стороны, язык должен быть выразительным, богатым и... И не таким прозрачным и понятным... Поэтому вся красота, поэтому есть язык, есть орудие, орудие, которые человек пользуется. Эмоции тоже у нас разные, правильно? Да. Так, хорошо, вот когда я вас называю подмастерьями, вам что, не нравится разница? Вот я и присудила дополнительные значения. Подмастерья в традиционном, рационализированном, типизированном формате. Это кто? Тот, который учишься. Обычно подразумеваем ремесло какое-то связанное с физическими навыками, да? Принеси, унеси. Да, тем более. И я вас начинаю называть подмастерьем. Мне это как поэтический вообще-то слово. Я вас подпланиваю, да? Комплимент делаю. А Макс Вебер говорит так, подождите, вы не так используете это слово. Нет, тут Полин Поргон, я не могу назвать Максом Вебером, то ли я неправильно изложил. Дело-то в том, что у него совсем другая идея, на самом деле. Там вообще центральная идея состоит в том, что любое понимание возможно только на основе взаимной типизации действий. Вот только так. То есть, когда вы говорите, вы-то пытаетесь противопоставить, что вот есть как бы некий такой канонический язык, да? То есть правильный. Да. И есть как бы вот вариант развития. Он, Макс Вебер, вообще об этом как бы не рассуждает. Хорошо, извиняемся. Вот. Он-то говорит о чем? Что появление любого понятного другому символа всегда происходит на базе взаимной типизации. А вот степень распространения этой взаимной типизации, она может быть различной. Это может быть символ, который употребляется только вот в семье, да? Или это может быть символ, который употребляется в определенной группе, или в определенном возрасте, да? И так далее, да? Или в определенной профессиональной среде. Понимаете? Он может быть всеобщим символом. Мы же опять же помним, что тот язык, который мы сегодня называем литературным, он сложился достаточно поздно. Ну, в русском языке, насколько я понимаю, это где-то начало 19 века, да? Причем, опять же, в истоке каждого литературного языка мы сами, опять же, приписываем ему определенную типическую фигуру. Для нас Пушкин, да? Мы же как бы считаем, что русский язык, собственно говоря, классический литературный русский язык, впервые был, так сказать, ну, скажем, канонизирован в определенном смысле, тем же самым Пушкин. Причем, современники зачастую считали, что тот язык, который Пушкин пишет, он, ну, скажем так, очень своеобразен. Мы не всегда понимали его язык, да? А когда мы говорим об итальянском, ну, там итальянцы считают, что это у них чуть постарше произошло, мы говорим там о Данте Алигее, да? Который вот является создателем классического итальянского языка, да? То есть, в основе лежит определенное произведение. Классический греческий, древнегреческий язык, опять же, это Гаммер, да? Ну, и так далее, да? А в случае с английским языком, насколько я помню, Шекспир, с немецким я как-то затрудняюсь, кто там, так сказать, обычно рассматривается как источник вот этого создания литературного языка, да? Братья Грин. Ну, да, тогда у них попозже, видимо, опять же, с запоздалым объединением, да, в рамках единого, так сказать, сообщества, якобы Вильгель Бут, наверное, да. То есть, всегда в основе лежит вот такая совокупность текстов, да, которые, как бы, стали рассматриваться как правильные. Это не говоря о том, что все остальные неправильные. Я тогда, опять же, подчеркиваю то, что, собственно, хотел сказать этот Макс Вейбер. Это то, что любое появление понятных друг другу символов, да, которые обеспечивают понимание и, собственно, социальное действие любое, оно возможно только вот посредством типизации. Причем типизация идеальна. Что значит идеальна, да, опять же, возвращаясь к смыслам, да? У нас в русском языке, когда мы говорим идеальны, мы обычно подразумеваем, как бы, некий такой очень хороший, совершенный, да? Эталонный. Эталонный, да, можно так сказать. В данном случае слово идеальный означает просто нереальный. То есть это существующие в виде только идей, как таково, да? То есть существующие, не материализованные, да, совершенно верно. Поэтому, как таковый идеальный тип в реальности не существует. Он существует только, вот опять же, взаимодействие, как таково. Второе, просто, видимо, по-любому, рациональность слова. Тел, говоря о рациональности социального действия, выбор имел в виду, что любое социальное действие предполагает установление взаимоотношений между действующим человеком, условиями действия, целями действия, средствами действия, последствиями действия и так далее, и так далее, и так далее. Модели рациональности могут быть различными Но любое социальное действие предполагает определенный уровень такой рациональности Иначе оно просто невозможно То есть если я не предполагаю, что собеседник мой или соучаствующий в моем действии Во взаимодействии, скажем так, одинаковым со мной образом понимает те слова, которые я произношу То соответственно взаимодействие не состоится То есть если я говорю слово лекция, я предполагаю, что сидящие напротив меня люди по крайней мере одинаково, приблизительно одинаково, не на 100% Но приблизительно одинаково со мной понимают значение этого слова Только так возможно, поэтому это опять же определенный уровень рациональности То есть он всегда определенным образом сконструирован Хорошо, у Андрея Юрьевича очень такой научный язык А моя модераторская функция, видимо, заключается в чуть-чуть упрощении Потому что я-то все о подмастерьях беспокоюсь Таким образом, значит, реанимируем авторитет Макса Вебера Значит, отдаем должное ему, не будем больше критиковать, опасно И единственное, что нужно сказать То есть получается, мы вступаем в социальные действия, всегда подстраиваясь под моего собеседника, правильно? То есть мы пляшем не от своего эго Что от меня ожидает социальные действия? В любом случае сказано, что мы ориентируемся Всякий язык обладает принудительностью, очевидно Только естественно, что вступая в общение с другим человеком Мы неизбежно ориентируемся на принуждение, которое языковое Которое нас заставляет говорить именно так или иначе То есть для того, чтобы все-таки... С целями, установками, потому что не всегда же язык принимает таких активистов Нет, тут два, собственно, условия Для того, чтобы вообще началось взаимодействие, точнее общение Я должен идеализировать совпадение наших с вами точек зрения, во-первых Иначе невозможно Это и настраивая себя, натачиваясь или наточиваясь Это неосознанно происходит На самом деле я просто изначально на уровне установки полагаю Что мое описание ситуации и мои интересы в этой ситуации Полностью совпадают с вашими интересами, с вашим описанием этой же ситуации Вот и все Это не означает, что они на самом деле совпадают Это означает, что это условия на уровне неосознанного предположения То есть я исхожу из того, что если я пришел сюда и я называю это лекцией То и другой сидящий здесь называет это лекцией и пришел сюда для того же, что и я Вот и все То есть это несознательное выстраивание некоего интереса, продумывания Я хочу вот здесь достичь того Это такое неосознанное условие на уровне предположения То есть это называется идеализация совпадения точек зрения То есть я идеализирую, что мои точки зрения на ситуацию, в которой я сейчас нахожусь И мои интересы в этой ситуации совпадают с интересами всех остальных соприсутствующих И с точками зрения всех остальных соприсутствующих Так, здесь очень интересный лингвистический момент Мы лингвисты, когда изучаем семиотику, мы все время говорим Что коммуникация и эффективность коммуникации возможны при наличии пресуппозиции Кто помнит, что такое пресуппозиции? Мы все время должны помнить, что у нас есть социологи и лингвисты Пресуппозиции от слова presupposed То есть мы всегда строим свою речь на общности нашего знания То есть нас объединяет общность знаний И в этом смысле Вебер оказывается, в принципе, был основоположником Вот той теории из пресуппозиции Если говорить о социализе и лингвисте, надо положить Конечно, мы если разговаривать будем с инопланетянином Естественно, у нас коммуникация сведется в любую эффективность В смысле эффективность Потому что у нас нет пресуппозиции Так, поэтому, вот теперь мы точку поставим, что Макс Вибер молодец Говорил о до боли знакомой нам теме пресуппозиции У Станислава Леву был такой пример языковой игры в дневниках ее натихого Там один из персонажей, если вы помните, он заинтересовался тем, что кто такие сипольки Он открыл толковые слова и нашел там термин сипольки Там было написано, что сипольки существа, которые размножаются в сипулькаре Смотри, сипулькаре Он открыл слово сипулькаре Нашел Сипулькаре это место, где размножаются сипульки сипулене Смотри, сипулене Он нашел сипулене Сипулене это процесс, который в сипульке размножается в сипулькаре Это такая замкнутая система Он так и не выяснил, что тут такие сипульки Но зато вот ощущение получил какого-то воздания У языка все было понятно и правильно Я предлагаю открыть вторую страницу личности Это Джордж Герберт Митт Вот эту фотографию, не знаю, видели или не видели Вот такой вот он и есть Собственно говоря, Митт как раз был тем социологом, который И опять же только логику, да, просто Который, собственно, попытался доказать и доказал в своих работах Вот ту самую связь диалектическую, с которой мы начинаем Что и общество, и мышление человека формируются только в ходе речевого взаимодействия Вот он там говорит, обозначает голосовые жесты, которые потом переходят в значащие символы Ну то есть он начинает вообще с анализа жестов как таковых С его точки зрения существуют просто жесты Ну то есть любые, так сказать, подергивания нашего организма, которые возможны Значащие жесты, то есть те жесты, которые почему-то имеют смысл для другого Неизвестно почему, но другой в них находит какое-то значение для себя Одним из видов, причем с точки зрения МИДа Наиболее, так сказать, интересных видов значащих жестов Является то, что называют голосовыми жестами Это, собственно говоря, слова языка Их специфика с точки зрения МИДа состоит в том, что их легче контролировать Чем жесты, собственно, как таковые Это во-первых Во-вторых, специфика их состоит в том, что голосовые жесты Одинаково звучат и для говорящего, и для слушающего То есть если жест, который я совершаю, я же сам не вижу Голосовой жест я как раз слышу точно так же, как и человек, к которому я обращаюсь И прелесть голосового жеста, ну и без ее слова Состоит в том, что он во мне вызывает точно такие же реакции, как и в том человеке, к которому я обращаюсь Вот на основе голосовых жестов с точки зрения МИДа возникают значащие символы Ну, так это обозначают, так это называют, значащие символы То есть, по сути дела, примером, опять же, является слово языка Значащий символ это как раз голосовой жест, который получил распространение и общее значение в некой, опять же, социальной среде Больше или меньше, это не важно Функции, которые выполняет значащий символ, в первую очередь МИД выделяет, вы видите, по названию бихевиорист Только он так, странный бихевиорист, он социальный бихевиорист Так сам себя обзывал Поэтому для него важно проследить, какое влияние на поведение человека имеет применение подобного рода значащих символов Естественно, в первую очередь он выделяет функцию адаптации Применение значащего символа, с его точки зрения, позволяет легче адаптироваться к окружающей среде Это наше эволюционное преимущество, с его точки зрения То есть, то, чего не дано животным С точки зрения вида, да, животное, оказываясь в той или иной ситуации, поскольку оно не может ее символически обозначить Оно каждый раз как бы сталкивается с новой ситуацией Это требует больших затрат Мы в силу символического обозначения, которое у нас имеется, мы можем накапливать символическое обозначение ситуации, даже не сталкиваясь с ними И это позволяет нам легче в той или иной ситуации действовать То есть, мы как бы уже заранее знаем, как действовать в следующий раз И более того, даже если мы впервые в этой ситуации оказываемся, мы все равно знаем с помощью значащих символов, да, как приблизительно себя вести Ну, то есть, что нужно делать Это облегчает, с точки зрения мида, наше существование просто, ну, как на уровне просто поведения В этом смысле мы обладаем преимуществом перед животными Кроме того, второй, так сказать, второй аспект адаптивного характера Наличие значащих символов позволяет мне рассматривать альтернативные способы поведения То есть, столкнувшись с некой ситуацией, да, я могу рассмотреть ее в символических альтернативах То есть, я могу сказать, ну, как бы, думаю, да, следующим образом Я могу сделать так, а могу сделать так, а могу сделать так И могу, опять же, символически, как бы, предположить возможные последствия То есть, я могу выбрать оптимальный, с моей точки зрения, вариант поведения Соответственно, это, опять же, повышает мой адаптивный потенциал просто как живого существа, как животного То есть, в этом смысле, я, мое поведение гораздо более адаптировано к окружающей ситуации Чем, скажем, поведение самохода Как раз на основе существования вот этих самых значащих символов Ну, а дальше я уже говорил, что, собственно говоря, вот та идея, с которой я начинал Что и общество, и самое главное, человек, мышление человека Есть результат вот этого самого символического общения То есть, общения с помощью значащих символов Это принципиальный для МИДО момент, вот эта самая диалектика Что и мышление человека есть результат освоения значащих символов И общество есть результат освоения вот этих значащих символов То есть, на базе усвоения языка только тогда мы и становимся и членами общества И только тогда возникает наше с вами мышление Или мы можем сказать, он говорил о мышлении Мы можем сказать, возникает личность как таковая Но хотя здесь принципиальный момент для МИДО как раз состоит именно в развитии мышления То есть, почему я как-то вот тоже всегда, когда банальные вещи говорят Без чтения человек невозможно Это как раз вот этот процесс, который подчеркивает МИДО Без усвоения языка, без его постоянного развития, я имею в виду на индивидуальном уровне Без усвоения новых каких-то слов, конструкций, понятий и так далее Развитие мышления невозможно То есть, только через символическую коммуникацию То есть, через символические значащие символы Можно, собственно, и жить в обществе И быть его членом И развивать свое собственное мышление То есть, развивать мышление именно в поступательном смысле Не в регрессивном? Нет, ну разумеется, да, но любое превращение не может быть регрессивным Даже любое новое, оно все равно новое В этом смысле, опять же, когда говорят, что там полезно знать иностранные языки Я полностью согласен, потому что это сильно расширяет, опять же, ваше мышление Другой язык, который вы усваиваете, он все равно позволяет расширить границы вашего мира Я начинал с этой фразы, как Генштейн, про границы мира, границы языка Собственно говоря, наш мир, это то, что мы можем обозначить То, что мне доступно с помощью символического обозначения То, что я не могу обозначить, для меня не существует Оно за пределами моего мира Поэтому, чем беднее язык, тем меньше я могу обозначить Тем меньше границы моего мира То есть, если помните такой замечательный персонаж Я не буду сейчас обсуждать персонажей на улицах И как мы разговариваем в повседневной жизни Был такой замечательный литературный персонаж у Эльфа и Петрова в 12 стульях Людоэтка Эллочка Помните, да? Там как раз Эльфа и Петров, начиная с того, что там Словарь Шекспира составлял по подсчетам 13 тысяч слов, по-моему, что ли Я сейчас не помню А словарь Людоэтки Эллочки составлял 33 слова В общем, очень ограниченное число слов Это вот ее ограниченный мир Ограниченное словами парниша, хо-хо, шутите Через которое она выражала все богатство своего мира Этой самой Людоэтки Эллочки Поэтому, чем более скуден язык Чем меньше в нем символов Чем меньше связей Чем меньше умень... Плохо говорю Чем хуже вы им пользуетесь, да? Чем вы, так сказать... Чем хуже вы его применяете Тем, опять же, тем уже ваш мир Тем он примитивнее Тем он такой вот Одноцветный Или, там, немногоцветный, скажем так И наоборот, да? Тут, опять же, за что мы любим, так сказать, классических писателей, да? Понятно, что Переложение реальной картинки Будь то описание природы или описание чувств человека На, так сказать, символический язык Даже на самый богатый, которым мы пользуемся Разговорный язык Наш повседневный язык Это, на мой взгляд, не только основа Но на самый богатый из символических систем, да? Даже вот этот, так сказать, наш богатейший язык Он все равно упрощает Он примитивизирует окружающую действительность, да? То есть, когда мы перекладываем наши ощущения Ожидания, чувства, отношения На, вот, язык слов Мы неизбежно, как бы, его снижаем Мы неизбежно сделаем его односторонним И так далее То есть, мышление богаче языка Нет, а мышление без языка невозможно Дело в том, что мышление Это процесс внутреннего общения Тут я вас с вами поспорю Пожалуйста Это, собственно, не со мной, а то с МИДом Я предлагаю тут чуть-чуть порассуждать в двух векторах Первый, значит, может быть, МИД вообще не имел в виду Но вот мы говорим, что человек и есть человек В отличие от животного Поскольку он регулирует, корректирует свое поведение, да? То есть, бихевиоризм это касается именно поведения Если мы говорим, что человек учится у другого Подстраивается иногда, да? Может быть, каким-то образом ненавязчиво его корректирует В любом случае он должен развиваться поступательно То есть, улучшаться в нравственном смысле слова, да? Если вот такие идеальные схемы рисовались всегда в науке еще тысячи лет назад Почему тогда у нас общество сегодня является таковым, каковым оно есть сегодня? То есть, мы не видим, что происходит вот такого поступательного, скажем, видоизменения в сторону улучшения общества Если мы должны понимать, что мы все должны поступательно мыслить, познавать и говорить Вот такой вот философский вопрос Так, вопрос не к вам, а к вам, вопрос к мастерии Как вы считаете? Вот Мит, конечно, говорил хорошие вещи, правильно? Но часто теория, она же и теория, она говорит о желаемых, но не о реалиях Часто у нас коммуникации становятся столкновением эго Вот 17 человек обсуждает, 17 эго сталкивается И очень часто коммуникация так завершается, что эго одно победило, все остальные подчинились Подчиняются, например, да? Это один ракурс обсуждения Второй ракурс обсуждения, прошу прощения, но Людвиг Генштейн потом отказался от этой теории То есть, границы мира, это и есть границы моего языка, да? То есть, вот это вот, почему он все-таки отказался от этой теории Потому что он понял, что язык очень часто Это не совсем тот инструмент, которым я могу орудовать и постулировать себя, раскрывать себя Вот часто бывает великолепный умнейший человек, но у него скуднейший язык Потому что не то, что он не знает языковую систему, он просто не умеет использовать язык Бывают молчаливые люди, а бывает много пустомелей, которые очень красиво говорят, но внутри одна пустота, да? То есть, получается, не утрируем ли мы вот этими двумя векторами, да? Вот это вот величие языка То есть, утрируем в хорошем смысле Ну, Гарна Васильевна, пожалуйста Нет, сомнение не возникло Так, на камеру обратите Язык Мы же так немного идеализируем, когда говорим о индивидальном своеобразии, впрочем, может проще говорить о речи Речь стоит, она же индивидализируется в речи Мы об этом и говорим Я под языком имею в виду, естественно, когда мы говорим о поведении, это речь, конечно То есть, язык – это как бы такое типовое наименование, подразумевающее, естественно, реализацию речи Хорошо, я уже абстрагировалась от меда Вот подмастерье, дорогие Я хочу, чтобы кто-то высказался Вы – наше будущее Вы – наша опора, поэтому учитесь, говорите Пожалуйста, есть? Вот я, скажем, вас призываю поговорить в двух направлениях Первое – всегда ли, вот, если будем верить в то, что говорил Мит, всегда надо адаптироваться, регулироваться и, в любом случае, мысль свою, скажем, рафинировать в лучшем смысле слова Всегда ли так происходит в жизни? И второе – вот, когда мы говорим, что каков язык, таково мое мышление, не является ли, все-таки констатацией того, что на самом деле происходит Вот, я занимаюсь, извините, Андрей Георгиевич, психонейрофизиологией Вынужден, я буду, видимо, всю лекцию извинять Ну, такой взаимный Да, да, да Не все можно выразить языком Есть, также, по-моему, ментальный лексикон Ну, это совокупность образов, ассоциаций, чувств То есть, они тоже участвуют в речи, но остаются иногда невербализованными, да? А вот, если обратимся, вот, допустим, я знаю среди студентов, которые я обучаю, да, имею, скажем, счастье обучать Вот, я вижу, что, вот, глаза умнейшие, вот, мы говорим, жесты, значит, жесты Вот, глаза умнейшие, но он не научился орудовать своими лексиконами И что теперь будем крест делать, вот, не умеет использовать слова, а еще при этом его бабушка ему постоянно говорила Не надо ничего говорить, помолчи Вот, это культура такая То есть, малословие, это и есть достоинство человека Многословие, это и есть порог человека Что нам далеко ходить, бурятскую культуру, всегда так обучают И есть пословец, я сейчас пособие сделала Я там нашла чуть ли не семнадцать пословиц, где осуждается многословие, да? Красноречие И всего лишь четыре пословицы, где оплачивается многословие И вот, что нам с этим делать? Так, кто-то хочет порассуждать на эту тему? Я очень хочу Пожалуйста Я тут опять же, давайте опять же, с многословием и малословием Речь-то, я понял, я опять же допустил терминологическую ошибку Я понял, то есть развлечение сосёров можно вести между речью и языком Ладно, не будем упражнять Что касается многословия и малословия С моей точки зрения, я сейчас опять нехорошо говорю Когда про язык говоришь, вообще очень тяжело То есть, когда говоришь про язык Очень много-много тавтологий возникает Речь идёт о том, что вопрос не в том, много ли я говорю Или мало ли я говорю А вопрос в том, насколько точно я говорю Насколько я понимаю, народная мудрость была ориентирована как раз на точность выражения В малой доле, в малом объёме Предполагается, что как раз, чем лучше я владею языком Тем точнее я выражаю свою мысль Но это идеальное правило Это идеальное правило Поэтому и предполагалось, что умный человек Это не тот, который произносит много лишних слов А тот, который произносит точную формулировку То есть я как раз пытаюсь развернуть Я от многословия и малословия Поэтому я возвращаюсь опять же к тому же самому А вот точность описания моего Зависит от уровня владения языком И никакого мышления, никаких ментальных образов ни языка не существует Потому что они всегда становятся для меня только тогда, когда я их обозначаю Всё Понимаете? Вот я сейчас нахожусь в определённой окружающей обстановке Тут можно говорить о том, что на меня сейчас влияет влажность воздуха Температура, состав атмосферы, там чего угодно Какие-то там электромагнитные волны, которые идут Но для себя, для меня Это становится никаким не ментальным образом Становится только аудиторией 8503 и всё И если меня потом спросят, где эта аудитория 8503 Да, я вспомню белые стены, экраны и так далее Но это опять же обозначать Без этого обозначения ничего не бывает А зачем всё обозначать? А понимаете как? А мы без этого не мыслим Мышление это же время Это внутреннее общение Я сам с собой разговариваю с помощью силы Тут в психонейролингвистике сказано, что форма отделена от семантики И в этом смысле мыслим мы часто не аудую словами Не в слове рождается мысль Отдельно от слова рождается Я, честно говоря, Полина, не знаю, как там в психонейролингвистике Меня извините Я о себе могу сказать Я не могу ни словами не мыслить Одна-две секунды отделяет Вам когда через секунду слова прикрепляются Так это и есть процесс обозначения Всё правильно И только тогда для меня эта картинка становится определённой А не всё мы обозначаем, не всё Нет, разумеется, мы далеко не всё обозначаем Но для нас это становится, опять же, феноменом нашей памяти Только посредством обозначения Только это и существует, то, что обозначено Всё, что не обозначено, оно и не существует А значения слов этих У каждого человека уже своё значение может быть Мне просто такое ощущение сейчас Как примерно, как Андрей Ильич, математик у нас чистый такой И для него каждое слово – это значение А Полин Пробовин у нас как немножко так просто Как бы есть такое понятие, как бы, околосмыслие То есть, когда человека не понимаешь, да? Вот, к примеру, когда вот что он говорит Вот ты устраиваешь своё понимание Оно, естественно, неправильно Ну, не то, что хотели сказать Но для тебя это единственное становится, как бы, моделью, по которой ты более-менее пытаешься понять человека Нет, так для этого, Владимир Викторович, существуют словари Русские учебники русского и других языков Понимаете? Мы же, это же сложный процесс освоения языка Да, вначале мы усваиваем тот язык, который нам передаёт, как Мит называл, значимые другие Мама, папа и так далее Да, мы этот язык, если мама, папа у нас произносят эти слова неправильно Мы будем их так произносить неправильно Если они вкладывают в это слово такое значение То мы, естественно, не вкладываем Ну, а если выверку, так называемую, делать надо постоянно, да? Получать точное значение Потом же вступают в силу другие социальные механизмы Очень большое завоевание наше общество Про которое Полина Пурбовна как-то вот не заметила Это появление всеобщего образования Почему это важно? Стандартно Потому что, да, появилась возможность Я, опять же, не даже в плане знаний вообще А в плане конкретного языка, про который мы сегодня говорим Появилась возможность рутинно передавать канонизированный, типизированный язык И вот там 10 лет в школе Я сейчас не помню, до какого класса сейчас учат До 11, до 10, до 9 Но мы вот 9 лет ребенка, грубо говоря, муштруем Ты должен говорить так Вот это правильно Есть правила русского языка такие Вот так это там стеклянные, оловянные, деревянные Это так, а это не так А вот русский язык вообще ужасен на том смысле Полный исключений, да? В отличие, скажем, от того же английского У него свои проблемы в английском языке, но тем не менее Поэтому этот процесс муштры, он же возникает сначала в обществе, в социальной среде Это как процесс исправления, на самом деле До чего-то Научение Мы сейчас ушли вообще в другую сферу Мы говорим о дидактике, о педагогике, о методике и так далее Это совершенно другая сфера Я-то говорю о томарном уровне, как происходит вот эта встреча мысли с речью А никакой встречи мысли с речью не происходит Вы как социолог говорите Вот сегодня, видите, у нас реальный вообще интеллектуальный ринк Мы говорим, вот между встреч... То есть встреча мысли и речи на самом деле исчисляется одной-двумя секундами Сегодня вот в нейролингвистике или в когнитивной психологии Или там в других смежных областях родственных Пишут целые диссертации про одну секунду и про две секунды Поэтому в этом смысле давайте не будем владеться в далекие депри Нет, я не хочу спорить, что видите, если залазить в эту же самую психонейролингвистику Я там не хочу спорить о физиологических процессах На самом деле, это самая большая загадка до сих пор Как вообще образы в нашем мозгу раздаются с точки зрения физиологии И где там разум располагается Давайте не будем социологию... Раз уж вы начали... От социологии уйдем вообще далеко сейчас У нас остается ровно 30 минут Хорошо Поэтому у нас есть еще несколько коронных теорий МИД, спасибо вам, что вы вызвали такую бурную дискуссию В этом не я, это ему в конце Я так, транслятор Собственно говоря, ученик Герберта МИДова, веселый дяденька, это Герберт Лунар Создатель направления в социологии, которое называется символический интеракционизм Собственно говоря, он развивал идеи МИДА Поэтому я бы хотел подчеркнуть этот процесс принятия роли другого Который выделен, то есть то, что мы говорили Упорядочение, умышление, адаптация Он-то пытается выделить процесс, посредством которого как раз происходит создание общества Он называет этот процесс вслед за видом, опять же, принятием роли другого Что имеется в виду, то, о чем мы сейчас пытались с Вадилом Викторовичем начать разговор Когда я маленький, для меня другие представляют собой конкретных людей Это конкретная мама, папа и так далее Они для меня существуют, опять же, поскольку я с помощью значащих символов их в себе типизирую То есть я воспринимаю их отношение к себе, у меня создается вот тип другого По мере моего развития, чем дальше я расту, тем более абстрактным становится другой То есть вначале это становится уже не конкретный другой, а, скажем так, определенный типизированный другой Называют его отдельным другом Дядя Дядя, например, вообще как таковой, не дядя в смысле близкого родственника, а дядя как любой мужчина Это, например, врач, милиционер Вот это формирование образов отдельных других, точнее типизации их в себе Оно происходит на стадии так называемой ролевой игры Помните, все дети в дошкольном возрасте проходят эту самую любимую стадию Ну девочки там обычно играют в семью, в больницу, в шоу Мальчики играют в войну, как безумные бегают там по дворам и так далее Причем, кстати, я заметил, у нас у детей игры изменились Если мы раньше играли в войну, не в Великую Отечественную войну, то есть мы и немцы Мое поколение так еще играло, хотя мы очень-то достаточно далеки от войны Сейчас играют звездные войны, ну и так далее, и так далее То есть война перестала быть конкретно войной Великой Отечественной Это вот такое абстрактное кого-то с кем-то противостояние, основанное то ли там на мультфильмах То ли на комиксах, то ли еще там на чем-то и так далее То есть опять же изменилась система обозначения Вот, а посредством вот этих ролевых игр возникает то, что называется, опять же, типизация в себе ролей других То есть я знаю, для того, чтобы я жил в обществе, и это важно Я должен знать, представлять себе поведение других социальных ролей Ну то есть я должен знать, что делает врач Я должен знать, что делает учитель Что делает мамой, что делает мама, ну и так далее, и так далее, и так далее А вот на базе этой типизации возникает уже образ, который Блумер называет универсальным другим Это образ самого общества как такового То есть когда я уже говорю не о типах ролей, а говорю уже от лица общества или по отношению к себе как к обществу То есть то, как я воспринимаю общество как таковое, как я его себе типизирую Что оно для меня, это самое общество Вот это важный процесс, который я просто хотел подчеркнуть Поскольку здесь, ну вот, именно это является главным и важным с этой точки зрения Опять же, важность, почему опять же символический интеракционер, тоже понятно Что то, о чем мы говорили Ни мышление, ни поведение человека в обществе невозможны без символов Символы не только обеспечивают наше мышление, но и управляют нашими действиями То есть я на самом деле осуществляю свои действия на основании символической интерпретации То есть для того, чтобы что-то сделать вообще, да, я должен сначала себе в голове вот эту картинку нарисовать, да То есть вы же понимаете, да То есть если я утром встаю и говорю, что я сейчас хочу попить чаю То я должен сначала себе представить чайник, да, где он стоит, туда дойти, совершить определенные манипуляции и так далее То есть я должен вначале в мозгу это свое сформулировать именно в символическом выражении И уж только потом начать действовать, да Как раз наоборот, я не могу действовать без символического осмысления То есть пока я для себя... Классический пример, опять же, это пример сновидений, да Помните знаменитые игры Фрейда с толкованием сновидений? Они ведь все возможны только потому, что даже для нас самих спящих сон это не набор образов А это наше обозначение этого набора образов, которое возникает, когда я проснулся Помните, что говорят, люди помнят сны, не помнят сны? Вот когда он для меня набор образов, который пролетел, и я его не обозначил никак Он тот самый незначащий для меня сон Но когда я проснулся, я обозначил на себя Я видел сегодня! Я же это словами обозначаю, правильно? Хотя бы в мозгу смотрю Вот я сегодня видел То есть он рождается в момент проговорения его? Его обозначение Обозначение Нет, для того, чтобы, понимаете, появился символическое обозначение, вовсе не обязательно это проговаривать То есть я могу смотреть там на дорогу и думать про себя, что это там вот трактор едет Я обозначаю картинку То есть вот я сейчас приходит, у меня там сидят люди, вот лампочка горит, да, ну и так далее То есть это процесс обозначения, которое может происходить и без говорения То есть это идентификация некая А тут разная функция включается Упорядочивание, да Я должен свести для себя ситуацию к понятной То есть естественно, да А вот ужасно, я помню, я помню эту историю уже рассказывал Я был маленьким, еще до школы И меня как-то оставили ночевать не одного в доме, а одного в комнате В старом бревенчатом доме Это было ужасно Я всю ночь не спал Я боялся всего Мне такие образы приходили Из-под кровати Нет, старый дом, деревянный Все скрипит, потрескивает И вы знаете, что там представляется? Хватаешь за стену, а ты вообще не волна Наши органы чувства, они ведь нас не всегда адекватно Так сказать, позволяют оперировать ситуацию Да, адаптировать на ситуацию Мы можем увидеть все, что угодно Помните, как в детских рассказах Кто там за веником прячется и так далее То же самое Это игра нашего обозначения То есть опять же, в том, как взрослый человек начинает себе говорить Ничего страшного, там же не нужно быть никакой То есть, будь я постарше, я, наверное, бы заставил себя заснуть Опять же, рационально убедив себя, что ничего там не может хрипеть, трещать И так далее Это просто бревна, это просто ветер, это просто что-то еще Но это опять же процесс обозначения А достигается он опять же тот принятием более-другого То есть, понимание повседневного общения, общества как такового Это, опять же, как я говорю, приложение взаимнотипизации То есть, ну вот, собственно, про Блумера, если есть какие-то, конечно, вопросы Так, ну, может быть, Вы, Андрей Юрьевич, поясните трансцендентность Вот, я думаю, что для наших молодых читателей Да, понял я Транцендентность, это то, что наши вот усвоенные типизированные ожидания То есть, во-первых, ну, во-первых, что усваиваем? Мы усваиваем, собственно, сами символы и их значения Усваиваем их, опять же, в ходе процесса взаимодействия Как ребенок усваивает слова языка? В процессе взаимодействия с ближайшим окружением Помните эту, вот я уже даже не помню, сколько лет этой легенде Точнее, даже на легенде, видимо, уже там, байки или мифы По поводу какого-то там древнегреческого царя Который пытался выяснить, какой язык на земле самый древний Ну, помните, да? Уже миф, да Уже миф, да Вот, значит, он для этой цели там взял новорожденных младенцев Рассадил их по замкнутым помещениям И запретил с ними общаться Да, их кормили Вот вроде как младенец на каком языке заговорит Такой язык самый древний, самый первый, самый ранний В духе Мара, да Ну, естественно, в результате, что дети не заговорили вообще Понятно Поэтому, опять же, в ходе взаимодействия мы Заучиваем, запоминаем, нас доставляют это делать Мы усваиваем вот этот запас значений Вот это ключ, это телефон, это бумага Мы называем как-то Да, обозначаем, чтобы потом дальше обозначать Это в процессе взаимодействия Но прелеста языка состоит в том, что с помощью него я могу обозначить не только то, что я вижу И то, что мне доступно Но и то, что я вообще никогда не видел И то, что мне никогда не было доступно Вот это то, что покрывается словом трансцендентность То есть выходящее за пределы, за границу То есть мы же с вами имеем описание рая христианского То есть там же никто не был Ну, как вы понимаете Во всяком случае, те, кто там был, они тут не возвращались Ну, чтобы рассказать нам, что вот там Но мы же с вами представляем себе христианский ад Такой блестящий, высунули Марком Зойном Облака Мы там с лирой С пальмовой ветви Поем псалмы Все хорошо Едим нектар То есть мы знаем, как нам себя вести в раю Хотя никто из нас там никогда не был Мы знаем с вами описание ада того же христианского Все эти там кипящие котлы со смолой Там грешники и так далее И так далее Которые там мучаются Мы знаем другие описания древнегреческого ада С их блестящими образами Там Тандала, Сизифа и так далее Мы знаем самые описания буддийского ада Буддийского рая и так далее Хотя опять же там никто не был Ну, как мы с вами понимаем То есть это позволяет описывать не только то, что существует Язык позволяет это делать Но и описывать то, чего не существует И чего никогда не существовало То есть то, что существует Вы имеете ввиду предметный мир Да То есть мы в лингвистике очень много говорим Предметные значения И значения, которые вне предмета Они мы, правда, называем такими скучными словами Как сигнификативный, коннотативный мир и так далее И еще мы говорим в лингвистике В отличие от социологии Что наша мыслительная, познавательная система Либо дар, либо потенциал настолько велик Что человек образует непредметный мир Абсолютно индивидуально И вот говоря о слове трансцендентности И есть даже такая радикальная теория Согласно которой Вообще предметный мир в голове не существует Ни в каком виде Всегда в голове есть непредметный мир Потому что мы перерабатываем, обрабатываем Все, что видим и слышим и встречаемся Мы перерабатываем уже в своих ментальных образах То есть уже в голове нет предметного мира То есть даже когда вы видите Вот, скажем, результат достижений технических Вот вы, когда начинаете мыслить вокруг этого телефона Контекстуально, скажем, значимости Вы уже непредметным становится ваш модель Вот в этом смысле слова Я с вами совершенно согласен Правда, вы противоречуете вашему предыдущему тезису? Какому? В том, что там существуют какие-то там Допонятийные какие-то образы Абсолютно я не противоречу Я поясню, потому что Я хотела защитить Циндему Которая говорила, что существуют мысленные образы Верования и так далее То есть это не противоречит Это не противоречит Это как раз подпорка тому, что я говорю Потому что мы сейчас спорим о какой идее То есть на какой идее мы сейчас ориентируемся На идею о том, что не все в словах обозначается И не все человек считает нужным обозначать Вот вы ловите себя на том, что вот когда Себя поймали на каком-то таком радужном ощущении Вы что, будете слова искать, чтобы обозначить И зарегистрировать в пространстве и времени Что же я испытала? Не всегда это нужно и не всегда так бывает, да? То есть в этом смысле мы говорим о том, что До словные, либо дорегистрационные сущности Мы переживаем энергетически И настолько наше познание и мышление Сегодня не раскрыто полностью И даже вот этот вербальный лексикон Слова, которые мы в словарях сейчас красиво все складировали И сохранили, они не способны вообще-то зарегистрировать И обозначить вот то, на что человек потенциально готов И что может породить в своем богатейшем Мыслительно-познавательном пространстве Вот о чем речь идет Я ни в коем случае не противоречена Так, ну, учитывая, что Андрей Юрьевич Я говорю о своем, вы говорите о своем Я считаю, что нам надо перейти и говорить о другом авторе теории Социологической теории Эти два замечательных человека Как вы уже догадались Питер Бергер и Томас Лук Социальная конструирование реальности Здесь я бы хотел, вот опять же Поскольку времени у нас уже маловато Здесь, собственно, опять же логика Которые они идут в понимании Ну, роли языка в повседневной жизни, скажем так Остановиться хотел бы на последнем Потому что мы про это уже, в общем-то, говорили Про социальный запас знаний Собственно, то, о чем мы пытались тоже уже говорить Что запас моего языка Это определенный запас знаний, которым я владею Всегда Знания о социальной жизни Здесь важно не то, что это кажется банальностью А важно то, что социальное знание Всегда распределено И распределено неравномерно То есть, опять же В зависимости от того Какова моя биографическая ситуация От этого будет зависеть И то, каким запасом знания я обладаю Понимаете как В социальной жизни Никогда ни у кого, ни у одного человека Не бывает полного знания Всего общества Каждый человек, скажем так Бергер Лук, он проводит такой замечательный С их точки зрения пример Они говорят, что каждый из нас То есть, мой запас знаний Это вот как бы фонарик С которым я иду по темному лесу То есть, то, что он выхватывает Это вот то, что для меня значимо И то, что я знаю А вот все, что остается в темноте Это то же знание, которое меня окружает Но которое мне недоступно Которое я не получил И никогда не получил Просто мы накопили Вот Полина Бурговна задавала вопрос По поводу нравственности и прогресса По поводу развития общества Дело в том, что социологи не занимаются Изучением развития нравственности Нравственная или безнравственная Общество современное Это вообще такое оценочное суждение Которое с точки зрения социологии Совершенно неважно Важно другое Как мы можем определить, что общество развивается Чем отличается наше современное общество Предшествующих общества Первое, это очевидно Я думаю, с этим никто не будет спорить Это усложнение технологий Те технологии, которые мы сегодня пользуемся Они были еще 200 лет недоступны совершенно И технологический прогресс Я думаю, никто не будет отрицать Достаточно посмотреть на эти предметы Которые вокруг меня находятся Еще 20 лет назад Я помню в школе, когда мне говорили Компьютер Я представал себе комнату С кучей ящиков Там еще должны были ленты крутиться На бобинах И так далее Дырочки там должны были Если бы никто не сказал Что компьютером будет называться Вещь, которую можно не только поставить на стол Но и взять с собой в карман Это было не так давно Я не такой старый Как все здесь присутствующие Поэтому Первое, прогресс технологий Это очевидно Второй фактор, который тоже очевиден И который тоже сложно отрицать Это развитие политических структур Мы живем На все более больших Все более сложно Организованных коллективах То есть Если раннее общество Ну совсем раннее Это там 10-20 человек Ну в несколько десятков В лучшем случае Современное общество Многомиллионное общество Со сложной политической структурой Административным управлением Контролем И так далее Но есть момент Который важен для нашей темы Очевидно Что Современное общество Обладает Гораздо более развитым языком Чем предшествующим Он более дифференцирован Более сложен Я здесь имею ввиду Не Так сказать Какие-то там Чисто лингвистические вещи Я имею ввиду Все большую и большую Дифференциацию языка По различным областям Отнесения То есть Мы сейчас обладаем Ведь Мы же каждый раз Учимся специализированным языком То есть Сегодня Скажем Студент лингвист Изучает несколько другой язык Чем студент социолог Я уже не говорю Про студента физики Это разные языки По сути То есть То есть Это и один конечно Русский язык Но он очень дифференцированный Можно Я даже там не привожу Уже набившую оскобин Примеры Когда договор А потом Мы приходим в компромисс То есть Да ладно И так и так Может Или там Компас А ну Все равно Хотя собственно говоря Различия формируются Вот в этом распределении Запаса знаний Усложнение структуры языка Это то о чем На самом деле Можно говорить по поводу Следующего автора Что это хаберноски структуры Вот Значит Вот Именно он пытается это подчеркнуть Что эволюция нашего общества Это и языковая эволюция тоже Он для этого правда использует поятие не язык Он использует поятие жизненный мир Но Говоря о жизненном мире Он как раз определяет его как запас знания Который сосредоточен в культуре и прежде всего в языке То есть как бы запас знания Который предшествует накоплению нашего опыта Ну Мы получаем Нет Естественно мы с детства с рождения получаем опыт Но Только после изучения языка Обладения языком Этот опыт становится осмысленным И соответственно вот Жизненный мир который формируется Это вот тот самый запас знания Который я приобретаю исходя из окружающей меня среды А вот Дальше идея состоит в том Что наше современное запас знания очень сильно дифференцировано Причем дифференцировано в следующих Ну Фундаментальных отношениях Во-первых Мы очень точно различаем Мир объективный Как говорит Полина Кургуллина Предмет То есть Окружающий нас Да Ну условно говоря Природа Мы очень точно различаем природу и общество Например Для Даже не очень древнего человека Это не противопоставление Мы же помним Что наши предки описывали природу в совершенно человеческих термах Мы сейчас так не делаем Мы не говорим Что у деревьев есть душа Мы не говорим Что там в роднике живет русалка И поэтому он бурлит Мы по-другому это описываем Мы говорим Что родник там бурлит Потому что А дальше мы построим такую целую научную конструкцию Почему возникают там движения и так далее А дерево это вот А там соки бегают То есть мы используем разные грамматические языковые конструкции Для описания Мы четко различаем эти вещи Мы говорим Что дерево нельзя описывать как человек А человеку нельзя описывать как дерево Ну и так далее Есть еще третье фундаментальное различие Мы не только различаем Грубо говоря Природу и общество То есть объективный мир То есть мир предметов Который существует И социальный мир Мир людей Мир людей Мы еще точно различаем От этого Свой собственный Внутренний мир И мир других людей Мы же описываем свои переживания Иным способом Чем связи во внешнем мире Мире объектов То есть возникают Вот такие По крайней мере С его точки зрения Три фундаментальные Дифференциации Объективный мир Социальный мир Субъективный мир А в рамках них Еще дальнейшие Дифференциации Причем происходит Одновременно Процесс дифференциации То, что он называет Дифференцией Это Так сказать Переход От позиции Я Центр мира К позиции Я Маленькая Точка В этом мире Он рассматривает Это не столько В личностном контексте То есть индивидуальном развитии Сколько в контексте Развития общества Как такового То есть Когда изменяется Сама Конструкция Жизненного мира Смысл Вот в чем Если вы помните Да Долгое время Люди считали Что Земля Центр Вселенной Ну понятно Раз мы здесь живем Куда же еще Вообще Вселенной Вообще А больше ничего нет Нет Есть там звезды Луна Солнышко Они все вокруг Земли И вокруг нее крутятся Потом мы поменяли картину мира И стали утверждать Что Земля Собственно говоря Не главная Она вращается вокруг Солнца И так далее Потом мы дошли до мысли О том Что мы живем вообще В бесконечной Вселенной А Земля Это такая Одна из маленьких планет Которая вращается Вокруг какой-то Маленькой звезды Никому не нужной В созвездии Рыб Где-то там На задворках Млечного Пути Как это сейчас представляется Астрономом То есть мы так себя Децентровали В мире От позиции Мы единственные И с нами Бог Поскольку Он все для нас создал До позиции Что мы-то собственно Где-то так вот Пищим Один из миллионов Биллиардов То же самое Происходит И в пределах Индивидуального развития Новорожденный ребенок Он центр Вселенной Ну по крайней мере Я имею в виду Не совсем новорожденный А тот, который Начал себя уже Осознавать Говорить Он центр Вселенной Ему не важно Все остальные окружающие Интересны только ему Потому Что они Каким-то образом Для него полезны Ну то есть Их можно как-то использовать Поманипулировать Ими Вот этот Должен принести Теплое молоко Этот Погладить По голове Этот Грубо говоря Почитать сказку На ночь И так далее А он центр Все вокруг него Вращается Это совпадает С так называемой Соцентрической Речью Когда ребенок Говорит Не потому Что он хочет Что-то сказать А потому Что ему нравится Говорить Ему даже не важно Слушают ли его Ему важно Чтобы он говорил Он наслаждается тем Что он говорит Процесс такого Говорения Но постепенно По имени того Как мы взрослеем Мы понимаем Что Мы децентрируемся Мы децентрируемся Мы понимаем Что другие Они тоже Обладают Своими Какими-то Интересами Чувствами Желаниями Которые надо Не только Использовать Которые Надо Приспосабливаться С которыми Надо Выстраивать Социальные Отношения Компромиссы И так далее А потом Мы понимаем Что существует Еще и общество Внешняя сила Которая Тоже на нас Воздействует И это даже Не отдельные люди С которыми Я должен договариваться А это силы Которыми Я преодолеть Не могу Просто представьте Себе Ощущение Людей Которые жили В 1913 году Пусть попробуют Счастливая Нормальная Спокойная Сытая жизнь Ничего не предвещают У них там какие-то Свои дела Заботы И так далее А теперь представьте себе Вы туда попадаете В 1913 год Начинаете Людям рассказывать Ребята А в июле Августе На следующий год Начнется Первая мировая война И погибнет Несколько десятков миллионов И возможно Вы окажетесь среди них А дальше начнется Эволюция Разруха Голод Гражданская война И так далее И те кто выживет К двадцатому году Будут большие счастливчики Которые все это пережили То есть Я просто пытаюсь Обрисовать Давление общества Как таковое Помните же Как по Булгакову Проблема же не в том Что человек смертен Проблема в том Что он внезапно смертен И что он даже не знает Когда это с ним произойдет И что с ним произойдет Вообще Мы сейчас с вами тут сидим В уютной аудитории Тепло и хорошо Точно так же В 13-м году Может быть не в таких аудиториях Конечно без компьютеров Люди так и сидели Струли там все планы на будущее И так далее А потом началось Вот то про что я говорил Мы-то про это уже знаем Но мы не знаем Что будет дальше Про нас и про себя Поэтому возникает Вот эта децентрация И я превращаюсь Опять же из центра вселенной Которым я был счастливый обладатель Где-то в возрасте Двух-трех лет Превращаюсь в эту самую песчинку Которая как бы там На задворках И непонятно Кто мной управляет И что со мной дальше будет И так далее И так далее А это находит свое выражение Опять же вот В запасе знания И языковых конструкций То есть я больше себя уже не проявляю Таким образом Как маленький ребенок Который может себе позволить там сказать На, играй Я себе такого позволить уже не могу А некоторые люди, кстати, и не выходят из возраста То есть они децентрацией Они даже не занимаются и в 20 лет То есть я в центре вселенной Мне, мне, мне Я никому ничего не должен Есть такое явление? Децентрация Понятно, что это великолепное явление Вот если бы мы умели децентрироваться И постоянно вот консультироваться Жизнь заставляет по этому поводу Так не бывает Нет, знаете Не полностью Не полностью, да Тридцать и сорок лет Давайте Я предлагаю, знаете Вот все-таки Это просто элементы эгоцентризма Остаются просто Да, да, да Вот я предлагаю Учитывая, что наша доля Преподавательская Все-таки Заключается в том, чтобы Постоянно помнить, что Наши подопечные То есть подмастерие Должны извлекать уроки И мы должны навязывать Уроки нравственности, да Давайте Используя слово децентрация Выведем Правило Прямой пропорции Вот Куда вы включите слово общество, да Ну, человек как достойный Своего общества, да Мы должны вывести правило Со словом децентрация От всего От всего ничто Чем выше, тем больше Можно Вот это правило Прямой пропорции Говорит о том, что Ну, нужно Использовать Сравнительную степень, да Чем Тем Конструкция, да Должна быть Вы туда должны Внедрить слово Децентрировать Децентрироваться Либо Хотите использовать Чем больше Да Ну вот, пожалуйста С Некое Давайте Правило Выведем Хорошего общества Когда Человек Внутри Люди Пытаются Децентрироваться Я почти уже Все рассказала Так, хорошо Давайте Кто У нас сегодня Более Молчаливое общество То ли у нас Историки Социологи Такие Очень Сдержанные Очень Видимо Хорошие Слушатели Вот у нас Им просто Видимо Нет Я знаю Что Тут есть У нас Химик Есть Есть Историки Есть Филологи Есть Лингвисты Так, есть еще другая Отрасль знаний Так, хорошо Давайте Пожалуйста Я хочу Услышать Голос Социолога То есть Историка Имеется ввиду Исторический Исторический факультет Я имею ввиду Так, пожалуйста Я хочу Услышать Я как модератор Требую Голос Социолога Подрастающего Так, ну что Идею кто-то понял Ну ладно Давайте не будем Применять насилие Пожалуйста Кто-то хочет Химик Роман Нет К сожалению Я не смогу сейчас Хорошо Так Ну Ребята Опять Циндемуху Нет 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 Эффект Камера может быть текает Следующая тема На поле ваших слов Тема Обозначал Мишель Фукор Хорошо Но мы вернемся Да? Вернемся к правилам А то будет Тема взаимосвязи языка власти и принуждений То есть я вот сейчас оказался в той ситуации что я вольный или не вольный Ну скорее всего вольный видимо Я как-то так вот подавил аудиторию Да? Да Вы слишком много знаете и мы тут не видим боимся даже Фуко как раз и говорит что знание, а знание с его точки зрения вне языка так же не бывает То есть опять же язык как таковой непосредственным образом связан с властью То есть опять же знать, говорить и управлять, то есть власть это одно и то же Тот кто знает, тот и власть осуществляет принуждение Я вынесу название порядок дискурса, потому что это собственно говоря его программное выступление в Сорбонне Когда так сказать его назначили заведующим кафедрой в Парижском университете Там есть такая интересная практика, когда заведующий кафедрой он назначает Они должны выступить перед профессорами этого университета с программной речью Которую они должны показать ну собственно говоря программу исследований по этой кафедре Поэтому он обозначил таким образом порядок дискурса свое выступление И хотел собственно обратить внимание на следующие вещи В наш с вами язык повседневный включены процедуры, которые принуждают, которые заставляют Вот он определяет две таких огромных пласта Первое это то, что он называет исключением из языка Первый способ исключения это запрет То есть мы все прекрасно знаем, что можно говорить и что нельзя говорить в данной ситуации Например, сейчас я знаю, что нельзя употреблять инъективное выражение Ненормативную лексику Мы используем часто Нет, мы понятно используем Я говорю, что в данной ситуации для меня существует запрет на ее использование Где говорить, с кем говорить, кому говорить Вот, поэтому каждый из нас уже сам себя принуждает в любой социальной ситуации Запрещает себе определенные высказывания, которые для данной ситуации с его точки зрения неуместны То есть мы себя уже здесь дисциплинируем, контролируем, уструем, причем самостоятельно Для этого даже не надо внешние принуждения Причем если мы нарушим эти запреты, то он неизбежно постигнет внешняя карта Как вы понимаете Второе это то, что он называет разделением отбрасываем Это процедура, которая объявляет что-либо безумное Ну то есть в отличие от запрета, который прямо говорит, что нельзя делать Процедура разделения отбрасывания говорит, что это сегодня не проявление разума Разумный человек так не говорит, так не ведет себя Вот если он так себя ведет, он неразумный, он душевно больной Ну то есть как бы мы отказываем этому человеку в праве быть нормальным с нашей точки зрения психически Это другая форма того же самого исключения Мы говорим, что не слушайте Классический пример из древнегреческой литературы Кассандра, помните? Которая была обречена на проклятие, ее никто не слышал То есть как бы ее пророчество, которое он рассказывал, в них никто не верил Вот мы, грубо говоря, с той же самой говорим о других людях Этого человека не надо слушать, он безумный, не в себе Причем грань, разделяющая для нас разум и безумие, она ведь весьма странная В 17 веке ее Родину безумным не считают Да, ее Родина не от мира сего, но он не безумный А мы сейчас такого человека, очевидно, если мы сейчас встретим на улице, который железными цепями увешивался и кричит, что попало Что мы вызываем? Скорую помощь Это тоже способ дисциплинирования Третий вариант, который мы, опять же, с вами любим, как преподаватели и студенты Это развлечение истинного илогии То есть мы с вами знаем, что сейчас в нашем с вами языке истинно, а что не истинно Что правильно, а что неправильно То есть мы же с вами знаем, что у нас не Господь Бог создан, да? Мы же в это верим? До этого верили, что создан Господь Бог Теперь верим в то, что нет И высказывание, которое построено по другому принципу, мы объявляем, опять же, в Божьем Мы и здесь, опять же, навешиваем на свое речевое общение Причем сами добровые Мы навешиваем эти самые исключения и запреты То есть мы организуем упорядоченное свое высказывание Способ этого высказывания, да? Вторая процедура упорядочивания То есть то, что называется упорядочивание Здесь более такие интересные вещи, с точки зрения, наверное, может быть даже лидериста Она различает три процедуры Это комментирования, автора и дисциплина Вот это вещь, которая мне особенно нравится Комментирование Это постоянное обращение к дискурсу другого С целью показать им истинный смысл То есть такая речевая игра, грубо говоря Посредством которой мы опять же что пытаемся сказать? Это то, что я делал сегодня все занятие Я пытался, грубо говоря, рассказать, что говорил там Вебер, Блумер и так далее То есть проще всего найти их работу и прочитать Ну тогда моя функция исчезает Но я, рассказывая вам о них, я неизбежно их дисциплинирую и себя Понимаете? То есть я, опять же, грубо говоря, осуществил насилие над каждым из них Точнее над его высказыванием С тем, чтобы придать им мою логику Но показав, что это сделано на основе чего Бесконечный комментарий, которым мы занимаемся в жизни И в науке, кстати, тоже Это способ, опять же, определенного упорядочивания себя и своего поведения То же самое касается и автора Но дело в том, что Фуко в этом смысле В позиции по отношению к автору Он стоит на точке зрения десубъективации То есть вслед за структуралистами, грубо говоря Он пытается показать, что автор Это не человек как таковой С точки зрения существования языка А это определенная совокупность высказываний, которые ему приписываются То есть определенная совокупность, грубо говоря, текстов, которые с ним соотносятся И которые он как бы своим авторитетом освещает Делает их для нас важными и так далее Вот если бы я сказал просто «Общество – это общение» Ну, банально, да? А если я привязал к этому Аристотеля Уже как бы эпиграф Уже как бы смысл И другой испугается, да? Помните, как у нас было в свое время в Советском Союзе Когда-то начинали диссертационные исследования В своих работах Марк Сэнгельс, Владимир Мишленин Убедительно показали Тем самым придавали нашим работам Доказательность, значимость, авторитет Сейчас эта практика возвращается Я читаю многочисленные статьи, да? Начинается с того, что Как подчеркнул Владимир Владимирович Путин На заседании того-то, на госсовете там-то и так далее И в свете этого решения мы должны с вами То есть это вот как раз приписывание автора Для нас, собственно, не важен Владимир Владимирович или Маркс Как человек, который реально что-то говорил, писал, выступал и так далее Для нас важно вот присоединение такое Посредством которого мы опять же организуем себя и другим, да? То есть если я сказал, что все, что я сейчас говорил, это я придумал Ну возможно я гениален, но это вызывало бы дискуссии А я вот показал, что это вот эти люди, да? Они всеми уважаемые, признанные Вот они авторы На самом деле за ними проглядывал Андрей Юрьевич Мацкейбер И самое последнее, только я понимаю, что занимаю время Последнее это дисциплина Это то, собственно говоря, чему мы учим вас Мы же говорим, что работа должна быть организована определенным образом На семинарах мы сказали, что строить так-то А курсовая работа пишется вот по таким-то правилам, да? А выпускная квалификационная вот по таким-то правилам и так далее, и так далее, да? То есть этим самым мы опять же ваш дискусс упорядочиваем, организуем и приучаем к дисциплине Все, спасибо Так, есть вопросы? Так, у нас есть пять минут вопросов Пожалуйста Неужели не услышим голос юного социолога? Ну не юного А в отношении войн развитие идет общество? В смысле какого? Ну, говорите, технологическое развитие у нас идет Общество развивается в этом плане Отношение к войне, да? Нет, в том смысле, что мы стали друг друга убивать больше и убивать, скажем так Понятие цивилизованность и что-то так Нет, на самом деле на этом основан целый пласт теорий Что касается войны, видите как, мы все-таки с войны как-то часто забываем Особенно когда говорим о высоких вещах, о языке там и так далее Что мы, в общем-то, звери Да Причем мы хищницы Ну, просто так сложилось, что человек, он хищник по природе Он других убивал и ел Вот, поэтому с точки зрения внутренней организации войны мало что, к сожалению, мало что изменило То есть, к институции мы опять возвращаемся, что ли? Нет А понятие цивилизованности, это развитие общества в этом плане А я еще раз говорю, что такие оценочные Тут, понимаете как, просто вот Что показали последние, опять же, вот последние большие войны Они показали, что убийство становится все более технологичным Оно становится все более безличным и все более технологичным А это ведь, понимаете, как общение по интернету, оно позволяет легче убивать То есть, одно дело, когда вы, условно говоря, с кинжалом бросались на другого человека Вы его видели, вы смотрели ему в глаза, вы там чувствовали тепло его тела и так далее Это тяжело, да? А когда вы, так сказать, нажимаете на кнопочку и где-то там за 40 км падает снаряд Легче убивать снаряд То есть, а сам принцип убийства не отменяется, как бы, да? Принцип убийства, нет, он, конечно, не отменяется Дело в том, что, ну, война, это такое же, странно-пограничное состояние То есть, с точки зрения социальных состояний, оно, как бы, обычное Но оно, по сути, своей, с того времени не изменилось Тут развития нету никакого Нет, тут есть развитие технологии Ну, мы говорим про технологии, а имеет сюда, как бы, сам факт Сам факт, да? Нет, да? Динамика, влияние Количественно тоже в значении имеется Владимир Викторович, все понятно Мужские ваши разговоры мы сейчас прекращаем Давайте послушаем наш юнор Все-таки подмастерьев, пожалуйста, есть вопрос? Так, пожалуйста, как вас величать? Юля Юля, пожалуйста, вопрос Я бы хотела спросить Возвращаясь к обществу, к человеку, к децентрализации в целом Вот, был пример, такой, Палин Бабуина говорила Если человеку 20 лет, и он весь такой центр мира Как, Антон Юрьевич, вы считаете, децентрализация? На мой взгляд, просто, мне кажется, что это какая-то степень эгоизма Просто у человека срабатывает, его воспитание, социализация А децентрализация в другом понимается Ну, давайте таким Человек, опять же, с точки зрения децентрации Я понял, о чем мы То есть, 20 лет, а он все еще маленький ребенок и так далее Человек берет себя так, как ему позволяет окружение Мы, к счастью с вами, сейчас живем в обществе, в котором такое поведение возможно Про что я говорю? Возможно, да, легко возможно Плюралистичные деньги Нет, дело даже не в плюрализме Дело в том, что существует совершенно, так сказать Вот, мы с вами живем в благополучном, пока еще благополучном обществе Наше общество, ну, практически, почти решило проблему голого Развитые общества эту проблему решили Но их немного, и большая часть мира живет по-другому Для большей части мира голос пока еще и реальность Вот, а наше общество может себе позволить 20-летнему человеку не работать Его там могут содержать родители и так далее Это преимущество нашего общества Это хорошо, это не плохо Но то, что это существует, да Просто это будет более долгий процесс децентрации, понимаете? В личностном плане Это не меняет ничего в плане эволюции То есть лично идет от таких нейрологов Социально-болезий конденсатии и прочее Нет, понимаете, я еще раз говорю Что эти болезни социальные, я не могу их так называть, но они Это скорее не болезни, это как раз эффект от развитости общества То есть, понимаете, ранние общества не могли позволить себе содержать коллег Мы сейчас можем себе это позволить Ну, в определенных пределах, в определенных там, и так далее То есть раньше существовала масса болезней, которые изначально объявлялись неизлеченными Тот же Макс Вебер знаменитый умер от гриппа От той самой испанки, которая свирепствовала после Первой мировой войны в Европе То есть сейчас от гриппа его умирают, но в редких случаях Я уж не говорю про другие вещи, типа кориска, латины и всего остального Поэтому это преимущество нашего общества Но оно порождает в качестве эффекта то, что этим можно и воспользоваться То есть можно... Мы сейчас оказались в такой ситуации, когда мои родители, скажем, могут меня содержать до 30-40 лет Почему этим можно воспользоваться? Если они разрешают, то я никак не против Но это опять же эффект развития общества Интересная оценка цивилизованного общества Чем выше уровень общества, тем больше оно общество может выдержать на теле своем паразитов Так, пожалуйста Я вот как раз хотела о децентрации спросить Чем выше уровень децентрации, тем общество лучше Нет, тем более оно рефлексивное Рефлексивное Рефлексивное... То есть что это означает? Чем выше уровень децентрации, тем более я пытаюсь критически осмыслить свое предповедение Пытаюсь сопоставить свой нынешний опыт с предыдущими Так я говорю, на индивидуальном уровне То же самое происходит на уровне общества Чем выше уровень децентрации, тем более я пытаюсь опять же считать, что не я один такой Мое общество это единственно правильное И ценности моего общества единственно верные И так как я живу, должны жить все другие И не навязывать другим свои ценности Это на уровне общества И здесь опять же критическая рефлексия возникает А вот правда ли мой образ жизни такой хороший? Или наоборот То есть я критически пытаюсь это осмыслить Я пытаюсь сопоставить это с опытом других С предшествующими опытами То есть сейчас про что мы говорили То есть с опытом предшествующего развития исторического и так далее Это возрастание рефлексивности Нет, я все-таки вас примирю Вот Женя Васильевна это немножко о другом говорит То есть когда мы говорим, чем больше децентрации в обществе Тем оно становится рефлексивнее Это понятно То есть децентрация означает рефлексию Женя Васильевна все-таки пыталась вот в моем векторе порассуждать Что хорошо было бы, если бы высока была бы степень децентрации Вот тогда бы мы достигали лучшего, скажем, развития Например, если взять Швецию Ну и нашу матушку Россию Нет, вот возрастание рефлексии Оно ведь не всегда выражается только в том, о чем вы говорите Возрастание рефлексии приводит к совершенно интересным вещам Ну, например, да Возрастание рефлексии приводит в том числе к поискам корней славянства Со всеми этими там аркаимами И всех там неославянской религии и всего остального Это тоже побочный эффект, понимаете Точно так же, как сейчас на фоне рефлексии Вот то, что происходит, скажем, и у нас в Бурятии, и на Украине В Бурятии там ОМД самый древний город на земле На Украине вот древние Укра, которые жили издревле на этой территории Славяне там потом пришли, ну и так далее То есть это вот общий как раз тоже результат рефлексии Поэтому я не говорю, хуже или лучше стало Мы с вами, Андрей Юрьевич Я же могу отрефлексировать Мы с вами образовательное пространство И все-таки я позволю себе, как модератор, властно закончить сегодняшнюю мастерскую Таким рассуждением Чем больше децентрация, это означает, чем больше милосердия Тем меньше, скажем, индифферентности Вот о чем и мы говорим Поэтому все равно существует категория добра-зла и так далее Как бы вы, социологи, об этом хотели умолчать Мы, филологи и лингвисты, мы не можем умолчать Поэтому мы должны говорить Тем больше децентрации, тем лучше для общества Это синоним свободы Да, в любом случае, плюрализм свободы и так далее Это категория, конечно, сопровождающая Но для меня лично, как директора института, важно, чтобы человек был менее индифферентен и более милосерден к другому Вот о чем говорим Поэтому, примирив социологию Ну, это, видимо, тема следующего занятия, где, видимо, должны принять социологию Так, ну, я очень отношусь сильно, значит, к Миксин поблагодарить истинность АПЛОДИСМЕНТЫ Вы, бывший настоящий мастер слова, мастер ума и хозяин интеллекта Благодарим Я почувствовала, что Андрей Юрьевич, действительно, как вначале я говорила, это не просто чистый социолог Вы больше даже, вот, философский, психологический социолог, если можно назвать, то есть, другими словами, эксперт как я говорила, гуманитарного профиля Спасибо большое.